Марк, ну что, эта неделя очень интересная, потому что, оказывается, украинцы по доброй традиции, у нас большой опыт, в общем, навыки и знания. Мы устроили Майдан, чуть ли не революция в Башкортостане, по крайней мере. Я, в общем, долго ждала, где же вот это заявление, что все это происки и проделки украинцев. И, конечно же, они появились. Для тех, кто пропустил, хотя я уверена, что вот хотя бы где-то вы точно должны были отслеживать, такая точка неспокойства появилась на территории Российской Федерации, чем очень нас удивило, потому что нам казалось, что массовые собрания уже невозможны. Тем не менее, выходят люди, выходят поддержать местного активиста в Башкортостане, Фаилу Алсинова. Ну и, в общем-то, мы увидели даже некое противостояние с Росгвардией. Не то, чтобы они идут на Москву, Марк, но, тем не менее, что все это означает? Как такое возможно на второй год войны? Оказывается, люди не знали, что нельзя массово собираться в России. Нет, ну, во-первых, массовые мероприятия в России запрещены, подчеркиваю, запрещены уже очень давно. Формальный был повод в начале пандемии, ой, нельзя собираться, ой, то нельзя, это нельзя. Но это фактически запрет на любые массовые акции, естественно. Тем, кому не позволено, тем в поддержку Путина сколько хочешь собирайся. А любые, так сказать, конституционные даже мероприятия из порядка разрешительного перешли в запретительный. Я вот так говорю. Он неуведомительный, он давно с первого дня Путина разрешительный, а теперь он еще и запретительный. Вот, люди стихийно собрались. Это бунт стихийный, там место Баймак. Да, Алсынов это активист, эколог, националист наверняка. В этом как бы я не вижу никакой проблемы, он башкирский националист. Действительно возмутил их четырехлетний срок искусственного сержана, абсолютно беззаконно, прилепленный этому Алсынову. И вот что делают люди? Они выходят, и это причем, я повторяю, не очкарики интеллигенты, они могут кирпичом. А башкирии, они вообще такие люди-то вообще говорят, так рисковатые. Просто я-то жил рядом с башкирами в Самарской области, и я как бы знаю, что из себя представляют башкиры, они так не полезут сильно долго там рассусоливать, начнут сразу действовать. Это правда, но проблема заключается в том, что несмотря на то, что в этом Баймаке то ли пять, то ли больше, даже тысяч вышло к зданию администрации, вот смотрите, как они действуют. Во-первых, они вместо того, чтобы все делать окончательно, ворваться в администрацию, захватить, взять власть и решать вопросы, потому что вы же власть. Нет, они стоят, приезжает ОМОН, ОМОН их закидывает там с лизоточивым газом, они кидают кирпичами, и в общем на этом все заканчивается. Приезжает уже губернатор, ну точнее президент Башкортостана Хабиров, кстати, бывший сотрудник администрации президента у Суркова, его в свое время подтянули товарища. И значит, в общем, все это нагло заявляют, что вы не понимаете, там эмиссары из-за рубежа, которые за сепаратизм, партизанщину, ну и так далее. Причем я глубоко убежден, что у протеста не будет продолжения, вот как бы кто к этому не относился, по одной простой причине, что как бы людей резких-то много, но они не имеют политического понимания, как себя вести, понимаете, не могут сорганизоваться. Ну и потом, а что вы сами башкиры в Уфе, в Стерлитамаке, в других, я, кстати, везде там бывал, а что вы не поддержите, не выйдете и то же самое не сделаете? Смотрите, нету ни агрегации протеста, нету и вот этой солидарности, которая даже национальная, она же ближе, как бы, вас же не заставляет швейцарцев выходить, речь идет о ваших же соплеменниках, о ваших соотечественниках, ну как бы живущих там. Я вот видел обращение парнишки, который поет на башкирском песне, башкира, который плачет, вот как же нас, мы второго сорта, мы меньшинство, ну так сделайте себя большинством, начните это. Другая проблема, вторая, политическая, да, при отсутствии организационного и политического начала, вы раньше чего это делаете, вот эта политическая проблема, она очень усугублена, потому что, ну, хорошо, вам не нравятся там, допустим, русские, да, которые ведут себя так-сяк, пересек, окей. Но как вы хотите поднять там автономию или в конечном итоге добиться того, чтобы это было всеобщество, а только так вы что-то добьетесь? Вы в каком-нибудь отдельном баймаке свою власть не установите, не надо питать иллюзий, вас разогнали, сейчас будут сажать, что очевидно. Это все будет делаться, чтобы иллюзий никто не питал, те, кто с зачинщиками выступил вот этого выступления, если вы не довели его до конца, вы будете сидеть. И не надо пытаться людей гладить по-шерстке. То, что не делается окончательно, с дефинистрацией, с захватом власти, будет наказано, и люди сядут на еще больше сроки, чем 4 года, которые выписали Алсынову. Нужно сделать так, чтобы цель была единой, хоть в баймаке, хоть в Москве, хоть во Владивостоке, хоть в Дагестане. Она должна быть единая. Должны люди объединиться под единым политическим требованием, от которого все производные. Власть, которая установлена в России, она не проблема в том, что есть Хабиров в Башкортостане. Проблема в Путине, который сидит в Кремле. Проблема в системе этой власти. В Лубянке, в этой армии, вот в этой войне. Потом же периферийно. Они же понимают, ну, какая-то женщина, смотрю, она там оттуда, говорит, а что вы, говорит, на фронте находитесь? У нас тут бьют дубинками ОМОН. Спредите, у вас же оружие. Очень логичный призыв, очень правильный призыв. А как его услышат? И как они себя поведут? Вот те башкиры, которые находятся на передовой, где-нибудь в районе Авдеевки и так далее. Воюй, непонятно с кем, непонятно зачем. Вы езжаете к себе в Башкортостане, что вы забыли в Украине? Ну, это логичный же вопрос. Но вот этого понимания, этого мостика к политическому объединению не перекидывается. Что на самом деле даже не с русскими надо воевать, с Путиным надо воевать. Чтобы русские у вас были союзники в той же решении задачи. А вот эти все локальные разводные конфликты очень легко управлять. Ими Лубянки, Кремлю и всем остальным. Скажут, о, блин, русские, смотрите, вы их не поддержите, они же против вас башкиры. Вы там где-то в Дагестане салафиты не поддерживаете этих, потому что вы-то как бы против евреев, кто-кто ещё. А мы-то хорошие, вы к нам апеллируете. Мы Кремль, мы всем поможем, мы вам, кому денег, кого с ним. Надо Хабирова снять, если надо будет сильно, так снимут Хабирова, назовешь Бибирова. И что это изменит? Ну, получите то же самое. Так? Поэтому на самом деле у этого протеста нету продолжения. Вот смотрите, они периодически возникают. Вот то жены мобилизованных требуют, чтобы их мужей вернули, то вот эти требуют, чтобы не наказывали за ни за что человека и так далее. А вместе-то вы что-нибудь собираетесь сделать или вы порознь? Одни, значит, за своё, другие за своё. Нету вот этой единой идеи, которая могла бы вдохновить их всех действовать сообща, чтобы во всех городах, во всех субъектах федерации люди выходили с единым требованием отставки Путина, прекращения войны и, соответственно, власти, которая должна вернуться в руки самих людей. Народ это как таково, как источник этой самой власти. А всё остальное не работает. Мы это проходили за четверть века. Ни разу, ни один экологический митинг с этими мусоркой и так далее. Помню, как всё. Ой, вот вы знаете, у нас такие экологи и так далее, прям жёсткие. И чем это кончено? Все по тюрьмам, понимаете? А тут война обушует. Ну, так на фоне-то войны вопрос о власти является-то главным. Дошли уже до войны, завтра до ядерной войны дадут, дойдут, скажут, но всё равно технология, вот, знаете, на выборах, надо надежденно поддержать, и всё будет вообще. Понимаете? Ну, в принципе, так я это слышу. Поэтому я ни в какие протесты в Баймаке, которые разрастутся до масштаба всей регионов России, автономии и так далее, пока не будет вот этого двух начала организационного и политического изменено, я не верю. Я считаю, что всё погаснет. Вот и всё. Так, вы говорите, что должна быть одна идея, понятная в любом российском регионе, что-то, что всех объединяет, это очевидно. С другой стороны, я, знаете, как в начале недели, не знаю, там просто так совпало, у политологов спрашивала про маленьких чёрных лебедей. Мне объяснили, что их маленьких не бывает, потому они и чёрные, даже он прям летит. Но это как раз сейчас и похоже. Ведь в понедельник, ну или когда там, в субботу, когда мы с вами в том числе встречались, невозможно себе было представить, что, оказывается, там 17 тысяч соберутся. Ничего, вот так собираются, да? Как-то всевомоментно. Поэтому я всё больше и больше верю в то, что вот такие маленькие стайки, они будут разлетаться по территории Российской Федерации. Ну и тем более нам сейчас пишут, в частности, издание «Вёрстка», что в Кремле готовятся к тому, что они, скорее всего, будут накручивать, в том числе в этом национальной республике, голоса за Путина. Она говорит, что там порядка 70% нужно показать, что вот несмотря ни на что все запустят. Не поддерживают, да, все запустят. Да, что силовые структуры будут к этому причастны, прочесываться все телеграм-каналы, ватсапы и всё остальное, не допустить координации последующих каких-то акций протеста, ну и, конечно, показать абсолютную лояльность. Но, с другой стороны, ведь уже где-то как-то должны понимать, что далеко не лояльны. И удивительно, что, кстати, вот все эти регионы не объединяются, как вы говорите, одной идеей, а идеей против войны. Ну, хорошо, вы вышли из-за этого человека, а что там, за остальных не надо, вас всё устраивает. Ну, конечно. Женщина писала прекрасное видео, мы его тоже тиражировали. Ну, так действительно, все должны были бы объединены быть против войны, но это почему-то не получилось. Но это не получается, потому что локальными требованиями всё и ограничивается. Я не слышал там лозунгов «давайте Путина снесём к чёртовой матери». Ну, конечно, в Баймаке такое заявлять, надо чувствовать, что где-то рядом, в другом городе, в Уфе, в Москве и так далее, говорят о том же самом. И тогда уж вопрос вашего Алцинова решится, как говорится, если у Путина нет, так 10 Алциновых, 1000 Алциновых выйдут, и никаких проблем не будет. Но вы не решите проблему одного Алцинова, вы торговываете её путём того, что посадят сейчас десятка-два зачинщиков этого мероприятия до 17 тысяч, которое собрало. Вы как бы рубль зажигаете, чтобы найти копейку. Вот как это, как у Гоголя описано. Вы сожжёте рубь, даже если найдёте эту копейку, вы её всё равно потом потеряете. А рубль уже сгорел. И поэтому посадят 20 активистов, чтобы выпустить одного, а потом ещё и этого одного снова посадят, только уже не на 4, а на 100 лет. Понимаете? И вот это непонимание, вот эта заглушенность, она не позволяет людям шире выйти на какой-то политический уровень. Вот не откажешь хипстерам, которые ни к чему не способны и никогда не могли сопротивляться, но, тем не менее, понимание в силу интеллекта. Московский хипстер, он, конечно, понимает, что нужна политическая организация, плакатики, какое-то руководство, координация. Это всё было. Там каждый суслик создавал себе по организации. Хоть в какой период, хоть в 2012 году, когда у нас Окупай Абай был, и протестные митинги 2012 года на Болотной, и позже тогда, когда Навальный призывал в связи с разными, ребят, и в 2018 году выходить, и в 2018, много чего было, но не было силы, понимаете. А сейчас силы-то есть. Спрашивают, а где силы? А вот она на фронте с оружием, с боеприпасами, с бронетехникой. Вот она сила-то. Сила-то не на митингах, а сила-то вот с рюшишком. Вам надо заставить тех людей, которые из ваших регионов ушли туда воевать, вернуться вместе с этим оружием и решить все проблемы в стране. Одно момент-то разом, не разворачивая глоблик, понимаете. Вот как это должно работать. И когда такое появится, фактор, ну, как-то я понимаю, конечно, силовики силовиками, ну, а что ты сделаешь против человека с АКМ-ом-то? Что ты сделаешь? Ты даже подыхать-то никто не хочет. Силовики, они сильны там, где им никто не сопротивляется. Кто-то скажет, это умозрительное. Как же умозрительно, когда 24 июня мы это прям непосредственно наблюдали. Видел видеозаписи, как по дороге, значит, они раскатывают ленточку против бронетехники на гусеницах. И говорят, ой, а мы в Воронежскую область побежим. Мы не-не-не, мы тут с автоматиками полицая. Понимаете? И все разбежались. Ну, так если, извините, не 2500, а там 1100 двинет с фронта. Ну, и что? И кто? И что? И там, что, воевать что с ними будут? Кто там будет воевать? Мне просто интересно, кто будет воевать. Поэтому сила там. Конечно, сила там. Другое дело, что она себя не понимает, себя не осознаёт. Что можно всё одномоментно изменить. И войну прекратить, и не умирать, и не убивать, кстати сказать. И власть изменить, и всех политзаключённых выпустить. И вот тех, кого по беспределу сажают. И поменять всю эту власть сверху донизу. Одномоментно. Просто раз, и нету их. А кто не понял, к стенке поставить. Ну, а как? А как по-другому-то? Но вот этого не происходит. И понимание того, что это нужно, оно как бы не возникает. Такие отдельные, спорадические видео, которые записывают там особо продвинутые люди и так далее. Всё могло бы быть по-другому, если бы Россия правила другой человек, и если бы на выборах можно было выбрать другого человека. Но мы с вами давным-давно взрослые люди, понимаем, что это невозможно. Тем не менее, тему выборов я продолжу. Знаете, как очередным, наверное, витком какого-то или скандала, или непонимания. Я сложно, в общем, разбираюсь в том, как вы находите общий язык в российской оппозиции. Я думаю, что и вам часто там сложно коммуницировать. Значит, есть некий политик Владимир Милов, который заявил, что французские власти типа как бы будут депортировать всех, кто будет призывать поставить подпись за кандидата в президенты России Бориса Надеждина. Притом это не констатация факта, а это сам Милов будет призывать лоббировать это во Франции. Это всё объясняется тем, что сам Надеждин поддерживает оккупацию Крыма и как будто бы такой не совсем антивоенный кандидат. Про Надеждина сейчас много говорят, а его там не дают ему выступать, естественно, и появляться на государственных и так далее. Ну, такой себе там кандидат без платформы, чтобы агитировать за себя. Хочется понять, а что-то так надо было, там же разные сейчас идеи, что делать с выборами. У вас есть там своя история, за которую вы топите. Вот тут, значит, против Надежды. Что всё это означает? И можно ли сказать, что опять есть какой-то такой виток конфронтации между различными ветвями оппозиции? Ну, вот смотрите, что касается Надежды, наверное, он как вот сам по себе, наверное, человек не такой плохой, не хуже других. Мы его не оцениваем как личность, там, хороший он или плохой. Может, и по взглядам он их и ненавидит, может, Путин и против войны выступает, ну, мямлет больше. Ну, ладно, бог с ним. Но мы же понимаем, что его специально запустила администрация президента. Для чего? Простой ответ для того, чтобы показать, ну, вот же, полпроцента получил ваш кандидат. Вот мы ему разрешили говорить, что, ой, давайте войну свернём, да, а ему полпроцента. Ну, что же делать-то? Понимаете? Ну, вот же. А за Путина 85 или там 80, не знаю. Ну, что же вы хотите? Вы какой, смотрел, вы как, на весах? Вот он для чего нужен. И все это понимают. А кто это? Что, в оппозиции кто-то не понимает? Это где-то не понимает? Что, в России это по большому счёту не понимает? Ну, кто-то не понимает, что он дурак просто, не понимать этого за четверть века, не увидеть, что это вот так происходит? Он нужен просто заткнуть вот эту часть электоральную для того, чтобы продемонстрировать, насколько она беспомощна. Вот и всё. Ставь за него подписи. Не ставь. Ну, я вообще не сголову. Я как бы вообще это мне всё, это фиолетово. Но я даже не знаю, зачем копию ломать. Зачем Милова ломать по этому поводу копию? Кто-то поставит за него подписи. Да какая разница? Выпишут полпроцента. Ну, хорошо, один процент. Полпроцент. На это ни на что не влияет и никакой погоды не делает. Это вообще наплевать и растереть. Что там в России? Как будто бы не Путин выиграет. И как будто бы не объявит свои 80%. Поэтому, честно говоря, это такая периферийная дискуссия. Но если её кто-то ведёт и кому-то хочется, пожалуйста. Ради бога. То есть, если кто-то хочет пойти, надежденно проказать, подпись за него поставить, в конце концов, какую-нибудь технологию избрать, зачёркивать всех, или портить бюллетень. Да делайте, что хотите. Вы вообще никак не влияете на эти выборы. Вообще никак. Себе лично признайтесь в этом, и всё. А какая разница? Ну, не хотите признаваться, продолжайте витать в этих иллюзиях. Пребывать в этом ощущении, что мы там хоть как-то, хоть что-то выражаем. Да никому не интересно это хоть как-то и хоть что-то. Центральный вопрос политический всегда – это вопрос о власти. Только этот вопрос имеет значение. Всё остальное – производное. Пока не решён вопрос о власти в Баймаке или на выборах, ничего не будет. Сначала решите вопрос о власти, а потом уже свободные выборы, отпуск Алсыновых и так далее. Так это работает. И поэтому от того, что Владимир Милов расточает какие-то угрозы или ещё что-то, ну, честно говоря, абсолютно всё равно. За кого хотите ставьте, за кого хотите голосуйте, результат предсказуем. Мы его заранее знаем. Нужно принципиально другое отношение ко всей этой ситуации. Нужно изменить всю парадигму. Невозможно внутри правил, которые установлены самой властью, эту власть победить. Эти выборы придуманы как декорации. Это же не выборы на самом деле. Там от выборов нет ничего. Даже голосованием это полноценно не назовёшь. Опускание бюллетеней в щель. Понимаете? Не назовёшь полноценным, потому что, честно говоря, никуда они идут. Эти бюллетени сразу в унитаз спускаются. То, что вносится в систему газвыбора, а тем более то, что объявляется, вообще никак не связано с перифметикой подсчёта этих бюллетеней. Хватит питать эти иллюзии. И поэтому, на самом деле, растрачивать драгоценную энергию на это, это себе дороже. Понимаете? Ровно поэтому нужно искать альтернативные способы, а не полагаться на то, что предложат вам власть. И мне кажется, в этом замкнутом пространстве бегают по кругу как пони. Все те, кто, значит, русской оппозиции, предлагают какие-то прорывные технологии, а мы вот выйдем в полдень и встанем в очередь. Встанете в очередь и что? А мы друг на друга посмотрим. Но эко-невидаль посмотреть, что нас много. Как будто бы мы по каналам, которые мы ведём, не понимаем, сколько нас. Как будто бы в этот период, так сказать, мы должны 24 на 7 говорить о выборах, как говорит Кац. И это тем самым привлечёт больше внимания людям задуматься о том, как они живут. А до этого они не понимают. А тех, кого гонят в качестве мобилизованных, они этого не понимают. Но если не понимают даже в этом случае, тогда и они пропащие люди, на них полагаться не надо. Вот в чём проблема-то. А мне такое очень интересно, Марк, вы с ними собираетесь. Вот все, кого вы там перечисляете, не знаю, там Ходорковский, да, топит за этот полдень и все там остальные. Вы им это, значит, в лицо говорите же. Чуваки, ну посмотрите, вот Ходорковский лайф, вот Фигин лайф. Мы сопоставляем цифры, смотрим, сколько нас смотрят из России. Смотрим, сколько нам пишут. Ну хорошо, не все подписываются. Это опасно в России. Вот нас столько. И вот такого результата мы можем достигнуть или не достигнуть. А что они вам отвечают? Нет, Марк, ты ничего не понимаешь? Смотрите, я должна говорить, что это всё хорошие люди. Мы не должны их обвинять в том, что они плохие люди и за Путина не хотят прекращения войны. Да нет, они, в общем, благонамеренные абсолютно. То есть, вот не ставятся под сомнение их убеждения, не ставятся под сомнение их лучшие побуждения. Безусловно, конечно, абсолютно. Но просто они не готовы к иной повестке. Вообще не готовы. Они её не понимают, не знают, как это осуществлять. Боятся. Не уверены, что они нужны и востребованы будут в таких условиях. И такое тоже. Не понимают, так сказать, на кого опираться. Не чувствуют поддержки Запада. Запада, кстати, на многое влияет, между прочим. У нас тут разные сарвисы Госдепа, знаете, как сильно влияют на русскую оппозицию, чтобы ничего не делали. Я вам скажу, там нормально, так сказать, и денег засаживают, гранты и так далее. Поэтому на самом деле, ну, они безвольны в том смысле, что они просто боятся выйти за круг обычных, привычных методов, которыми они действуют 25 лет. Но разница-то в чём? Разница, ну, к Ходорковскому это меньше относится, он 10 лет просто сидел. Он просто в тюряге сидел. Но разница в том, что сейчас особое время. Спрашивайте, какое? А война? Понимаете? Вот то, что делали раньше, вот сейчас уже не работает. Уже война. Понимаете? Бушует, полмиллиона убито. И поэтому всё то, что вот вы делали раньше, а вот если представить вот всё, что они предлагают, можно было делать 5 лет назад. Ну, так они это и делали. И 10 лет назад это делали. И к тому же призывали. И тоже это голосуй против любого кандидата и так далее. Всё это было. Всё это было. И ни разу, ещё раз подчёркиваю, ни разу это не дало никакого вообще результата. Вообще никакого. А что остаётся после таких очередных выборов и попыток значит какую-то такую технологию предложить? Разочарование. Люди ещё сильнее деактивируются, разочаровываются. Вот те, с кем мы даже в 12-м году, а я гораздо раньше, так сказать, в этом всё принимаю, естественно, участие, не будем считать советское время, я в конце 80-х в этом во всём борюсь, мне-то не знать, кто там и что там. Я всех как облупленных. Вот. Вы понимаете, как? Ну, какие способы только не применялись. И такие, и сякие, и другие. И ни один не сработал. Война при всей её чудовищности даёт шанс, используя совершенно другую методологию, добиться этого результата. А если не пытаться, не использовать это всё, ну, тогда надо продолжать жизнь так, как ты живёшь. И в масштабах одной человеческой жизни дождаться смерти. И передать эту проблему, эту головную боль вот так передать своим детям, потом внукам и так далее. А они своих детей уже к власти готовят. Ко всему тому, что они делают, они собираются продолжать. Вон, доча Путина, так сказать, сквиртит, рассказывает про то, какой у нас человекоцентричная страна, Россия. Понимаете? Ну, так, пожалуйста, создайте им условия. Пусть они продолжают править вами. А вы будете подневольным моего населением. И поэтому русская оппозиция, она не понимает, не осознаёт своей исторической ответственности по миграции, которую она должна передать, так сказать, следующим поколениям и в смысле борьбы и результата. Результативности, эффективности своих действий. А с чем вы придёте? Вы скажете, ой, вот мы столько бились, столько бились. Ходили бюллетенчики, вставали в очередь, но ничего не получилось. Давайте вы теперь попробуйте. Ну да, по статистике получается так, что Ходораковский действительно там отсидел очень долго, это всё рук дело Путина. Он отсидел. Навального отравили, Осичкин говорил о том, что на него было покушение, у вас там своя история, своя система безопасности, как и у многих оппозиционеров. И за это время всё, что надо было сделать, просто открыть в Украине, это очень популярно, банку, собирать бабло просто на киллера, потому что мы, по крайней мере, не слышали о том, что какие-то там покушения, где-то что-то происходило с Путиным. Это было бы уже действенно. А пока мы имеем, что как раз кандидат без альтернативы, это военный преступник Путин, он на этой неделе снова комментировал трек мирных переговоров. Притом комментировал его так, как будто бы есть импульс от каких-то других сторон. Он говорит, да ну что вы, это попытка побудить нас отказаться от уже завоеванных территорий из-за того, чтобы реализовали. Как будто мы ему сказали, давай поговорим, он такой, нет-нет, я же понимаю, что вы меня кинете. Дальше он говорит о том, что, значит, там придурки, ну ясно, в принципе, в практике российской дипломатии политиков не добирать слова. То есть им кажется, что это чем уничижительнее, тем, значит, они возвышаются над нами. Ну вот он говорит, придурки, надо было соглашаться на стамбульские соглашения, тогда бы всё закончилось. И всегда хочется спросить, а что тебе это болит? Ну то есть мы проехали этот трек, это было полтора года назад, оно уже умерло, ты их показываешь, африканские делегации, ты о них вспоминаешь, но мы к ним не вернёмся. То есть варианта будет два. Либо совсем всё плохо, либо совсем всё хорошо. Вот этого промежуточного, ну уже к нему невозможно вернуться, я уже молчу о том, что есть полезные дураки, которые за него топят. Понимаете ли вы, почему ему нужно бесконечно давать эту оценку, значит, про мирные переговоры? Вы знаете, там больше для внутреннего употребления, назвать придурками, как-то уничижительно. Ему же вторит же Медведев, который рассказывает какие-то там жуткие истории такие трэш-порорные, да, как всё будет страшно и, так сказать, экзистенциальная война, и мы от вас никогда не отцепимся, говорит он Украине. То есть они как-то в данном случае в паре действуют, хотя при всей лапидарности Медведев выражает ту же мысль, в общем-то говоря. Точнее, даже Путин, в общем, её и не скрывает. Я думаю, что здесь больше для внутреннего употребления, потому что на Запад, а уж на Украину-то тем более это не производит, ну никакого впечатления. А какое? Называние придурками, и что же вы с нами не договорились? О чём договорились? Чтобы пол-Украины вам отдать? Ну, как бы, понимаете как, ему, наверное, всё-таки сейчас больше важно показать, что он там Вова-победитель или кто он там, чтобы вот на так называемых выборах, которых нет, ну, как бы общественному мнению придать какое-то такое, знаете, самолюбованию его основания, что вот всё-таки мы как-то тут никакие территории не отдадим. Захваченные, причём он употребил глагол. Не какие-то там присоединившиеся и так далее, а захваченные. То есть они действительно захватывают, ну и что? Что здесь, новость какая-то? Как будто мы не знаем, что они оккупируют и захватывают. А что они ещё делают? Вопрос же отношения, так сказать, согласны ли этим большинство в России или нет? Ну, наверное, большинство, видимо, в общем-то согласны. И он тешит их вот это чувство, что да, вы хреново живёте и против нас все, но зато мы вот захватили территорию и уже точно не отдадим. Ну, мы-то понимаем, что добровольно не отдадут. Мы понимаем, что в результате лишь войны они могут это всё потерять обратно. Как это было уже в 22-м году с сентября по начало зимы. Мы видели, как это происходило в Харьковской области, как это происходило на правом берегу Днепра. Поэтому никто не верит в то, что они добровольно что-то уступят, что они пойдут на формулу мира. Ему же надо было и об этом тоже сказать. Формула мира же предполагает освобождение оккупированных территорий, и оттуда могут стартовать переговоры. Но они же не собираются их освобождать, а значит, формула мира для них неприемлема, и он об этом говорит. Здесь есть и ревность некоторая к тому, что вот смотрите, когда, в какие времена президент Украины, будем прямо говорить, кто бы как к Зеленянскому не относился, был такой везде принятой фигурой на таком уровне. Похлопнуем по плечу, Володя, Мануэль и так далее. Ну, как бы, ну нет. Ну, нет, ну, были времена, но нет, всё-таки это всё-таки какое-то новое состояние Украины. Да, было бы, счастье да несчастье помогло, но тем не менее, то есть сказать, что Украина не имеет вообще никакого авторитета, как пытается российская пропаганда написать, ну, это же не так. Мы же в Давосе видим совершенно обратное. Да, проблемы, да, Запад непосредственный, да, не хватает воли, но всё равно Украина в другом качестве. А Россия где? Это что, дипломатический успех, то, что Путин как сидел у себя в бункере, так и сидит, и только комментирует про придурков. А придурков везде, понимаете ли, принимают и денежки дают. Ну, и как? Он-то думал скушать в один глоток, а тут получилось вот так, как получилось. Поэтому, конечно, там играет роль какое-то психологическое отношение такое вот чисто, как же так, вот актёра, а не меня. Это тоже, это тоже отчасти. Но ещё раз повторяю, они же всё время говорят о типе мире, мирных переговорах, перемирии и так далее. Ну, свербит у них, конечно, свербит. Он же вот добавил ещё что, вот буквально накануне. Он говорит, Украина, её вооружённые силы потерпели неуспех, фиаско, и вся инициатива перешла вооружённым силам России. Я вот хочу всё время спросить, а как это выражается? Вы что, захватили Киев, вы захватили Авдеевку, Коксовый комбинат, Купинск, что вы захватили? Ничего. То есть, это, понимаете, называется взять на понт, постоянно рассказывать про то, что ты победил, даже если ты конченый лузер. Вот так это выглядит. Я не говорю, как на самом деле, но выглядит так. Понимаете? Всё время рассказывать о том, что вы прям вот страшно уже что-то захватили, Маринку типа, и завтра вот-вот пойдёт Киев или Вашингтон, я уж не знаю. Вот где-то иногда складывается такое впечатление, потому что то, что описывается, то, что говорит, ну, в прессе я имею в виду, или говорится Путином, вообще никак не коррелируется с тем, что происходит на фронте. Ну, опять же, кто-то скажет, ну, вот вы там понимаете не всю картину, а она складывается не только из войны, но и политики, и так далее. Ну, почему же? Мы и то, и другое оцениваем. Да, в политике проблемы, но на войне, на фронте-то они вот такие, какие они есть. И это продолжаться может очень долго, на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok